Всем привет! С наступающим, во-первых, Новым Годом, а во-вторых, говорят, что Новый Год это праздник исполнения желаний. Ну, вроде как так, да? Не знаю, какие там желания, но вот сегодня мы как бы привезли такое маленькое желание, которое у нас возникло в последнее время. Итак, оно в этой коробке. Сейчас будем смотреть, что там. Ну, конечно, это новые питомцы домашние, да? Такие вот интересные. Итак, замечательные новые питомцы от замечательной девушки Юлии. Ну, будем смотреть, что там у нас есть. По названиям я, честно говоря, еще не запомнила, потому что и так это тараканы. Вот. Ну, как бы, с одной стороны ужас кошмарный, с другой стороны мы уже вот домой привезли, они тут часик побыли, и всех тут уже натискали, насмотрелись на них. Ну, как бы маленьких, конечно, никто в руки не брал, а вот больших, но это дальше. Итак, вот первые такие вот гадики. Затем, собственно, то, что я хотела вообще. Я хотела вот этих вот шахматных тараканов. Тараканы домино, это индийские таракашки, которые ведут земляной образ жизни. В общем, вот такая семейка к нам сегодня попала в руки. Шуршат. Хотят на волю. Вазелин не дает. Не пускает. Такие интересные, красивые. О, давай. Красивые звери. Ой, достаточно активные. Они, мало того, что они так вот издалека красивые, к ним, если присмотреться, видно, что они бархатные. У них, ну, как будто бы они, в общем, бархатные такие таракашки. Таракашки очень шустрые, да. Вот. Вот они. Так, иди-ка домой. И пошел. Вот. Тут их целая семья. Буду теперь, будем теперь сооружать для них какие-нибудь такие интересные террариумы. Гальзонтального, наверное, типа. Не знаю. Вот. Пока еще не знаю. Сейчас я переселю их просто в большие контейнера временно, чтобы их вообще разместить где-то. Ну, чтобы они не сидели, как бы, в тесных переносочках. Вот у этой девочки, наверное, будут детки. Ну, я так понимаю. Я думаю, так, да. Классные. Так что, вот он. Вот такой подарок у нас к Новому году. Дальше. Дальше. Вот такие штуки. Это вообще что-то, конечно, невероятное. Просто, ну, для кого-то, возможно, это неудивительные такие звери у кого-то наверняка есть. Но я таких вживую вижу первый раз. Это мадагаскарские шипящие тараканы. И да, тут уже их натыкали, надергали. Они, да, шипят. Действительно. Здесь нам в подарок еще маленьких деток бросили. Вот они там в коробочке сидят в уголке. Ну, и вот сами большие. Это у нас шипящие мадагаскарские тараканы. Вот сколько их в руки брали. Они, кстати, такие медленные и спокойные. Ну, конечно, еще их не изучили поведение вообще. Ну, они у нас буквально несколько часов. Ну, за эти несколько часов, как бы, видно, что они такие спокойные, спокойные. Большущие. Ну, как нам сказали, что это еще и не самые большие. И что они растут еще больше. Такие чудо. Ну, там подросточек тоже подарком. Мордаха. Тараканище. Просто грандиозные звери. Дух захватывает. Нет. Не хотят они сейчас шипеть. Видно, их уже все достали просто. Вот. Тоже сейчас пойдут в контейнер побольше. Корма им туда насыплю. Ну, в общем, обустрою все, как нужно. Детки. Вот. Все. Бортики контейнеров смазаны вазелином. Потому что они очень такие, хорошо ползают даже по стеклу. То есть, нужно с ними быть на чеку. Ну, а это у нас в подарок вообще нам дали. Потому что, ну, не знаю. Просто потому что дали нам в подарок вот такого монстра. Я тоже не помню название, но, по-моему, как называлась мертвая голова. Не знаю. Ну, в общем, вот этот, это уже прям жук целый, огромный такой жук. И он очень шустрый. Он очень быстро по рукам бегал. Ну, то есть, очень активный такой тараканище. Вот, смотрите, какая красотища. Так что, вот такие новые питомцы у нас поселились. Сейчас буду их размещать. Ой-ой-ой. Так. Вот он-то. Пора домой. Вот. Да, очень шустрый. И он, кстати, вот перелетел мне сейчас на плечо. Так что, он еще и чуть-чуть летает. Ну, что ж. Пойду за контейнерами. Ну, что ж. На скорую руку у меня вот такие контейнера. 11-литровые. Тут я им насыпала опилки. Опилки это не сосна. Это дуб, бук, граб, ясень. Ну, то есть, по идее, это самые такие хорошие опилки, безопасные. И от яиц упаковка. Ну, это не очень, конечно, красиво. Но на первое время самое то. Ну, что ж. Выпущу зверей. Украшательствами в виде веточек, палочек. Это буду заниматься потом. Пока самое необходимое. И бедолага. И маленький ребенок. А, нет, это что-то штучку. Да, маленький ребенок. Вот еще есть ребенок. У них вообще другое совсем. Вот. В общем, эти тараканы, честно говоря, на тараканов совсем не похожи. Они похожи на жуков. Очень клевые. Мечтала и слышала, что они еще и в поведении. В принципе, интересные звери. Сейчас надо позаботиться о еде и о питье для них. Исследуют свое новое жилище. Ой, реально красивые звери. Ой, ровно. такой вот интересный микро мир надо переселять следующих следующими пойдут мадагаскарские уже такой большой контейнер конечно надо бы им чутка побольше но это потом будет малыш не не хочет боится цепка держится за гладкий пластик прямо честно говоря не оторвешь по какой спокойные как танки шипит разогневанный таракан скрылся в недрах упаковки вот такие прикольные штуки ну все теперь к пению сверчков у нас добавится шипение тараканов шипение и шуршание тараканов спокойные не торопливые надо идти дальше дальше у нас идут тараканы бледные вот таки название бледные мне сказали что они весьма интеллигентные тараканы вот им пока 5 литровый контейнер опять же с опилками и яичной упаковкой маленькие похожи на жучков большие похожи на тараканов выпускаем тоже смотрите какие цепки за гладкий пластик новый контейнер гладкий пластик как хорошо они держатся то есть по стеклу они будут тоже спокойно лазить обязательно нужно все смазывать вазелином поехали некрупные такие мелкие таракашки весьма шустрая шуршат ну и последний самый огромный блаберус канифер не знаю правильно ли я произношу название будет время я посмотрю почитаю это вот этот самый огромный невероятный таракан блестящий красивый вот теперь нужно им хоть какие-то коряги подобрать все таки бросить будет бедно теперь по кругу бегать ужин для таракашек овсянка немного гамаруса вареное яйцо и вареная картошка на первое время думаю будет достаточно ну и конечно нужно позаботиться о питье это должны быть поилочки с кусочками ваты или поролона для того чтобы они не утонули ну что зверей я на первое время устроила теперь главное найти им теплое место потому что все таки эти таракашки тропические и в холод при холодной температуре они не будут нормально развиваться нормально жить то есть им нужна температура 25 до 30 градусов тепла вот возле теплых каких-то мест ставить ну что ж будем наблюдать дальше если вам интересна жизнь наших насекомых как и прочих животных вы пишите в комментариях спрашивайте или возможно вы что-то посоветуете вот кстати картошку уже лопает возможно вы какой-то совет дадите что-то интересное расскажете вот буду рада любым комментариям ну а пока всем пока 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 пока